В этом году Московская область 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 Взяли объем существующей корпуса и взяли объем малоэтажки, а потом взяли в серединку. Вот такая школа, она пока в чистом поле, но вокруг уже идет застройка, сегодня уже картинка немножко другая. Вот участок, который в результате получился. Если вы заметили, он резко уменьшился от первоначального, здесь многое что ушло, и в общем плотность оказалась довольно большой. Дальше. Вот условно говоря два масштаба, которые здесь есть. Масштаб малоэтажки и масштаб сегодняшней школы. Дальше. Мы попытались ввести новый масштаб. Сразу скажу, что это уже какие-то компромиссные пути. У нас в первых, если кто помнит, там было совсем такие мелкие, но однако же. Дальше. И мы попытались, подловив вот эту геометрию всего пространства, развить эту же схему в совсем другую структуру. Дальше. При этом здесь все подчинено тем структуре там улиц и вообще структуре участка, которые есть. Дальше. И уже в той части, которая у нас появилась жилая застройка, а это общежития такие небольшие, мы уже мотивировав это и, в общем, опираясь на некую существующую зеленую структуру, мы взяли совершенно свободную планировку, которая фактически исходила из-под деревки. Дальше. Но честно вам скажу, все это дальше. Все это, наверное, не самое главное. Самое главное это понять структуру учебного процесса и структуру ту, которая там возникла. И вокруг этого на самом деле и строилась вся наша идеология. А именно, это структура общения. Причем структура общения, она достаточно, ну как бы, иерархичная. То есть, давайте начнем с самого простого, с общежитий. Они здесь все по кругу расположены жилые комнаты, а в центре зона общения. Вы увидите, это некий небольшой атриум, крошечный, в котором все собираются. И вообще через общение, сегодня как-то изменилась характеристика обучения. Мы еще сейчас делаем ИТМО, но это такой, ну, программистский институт, один из ведущих в России, которые вот всегда выигрывают мировые олимпиады, их выпускники и так далее. И так далее. Вот такие структуры, да и кое-какие структуры нашего госуниверситета тоже такие передовые, вот они строятся. И там совсем вот не так, как обучение стандартное. Главное обучение это друг у друга. То есть, нет изоляции шумовой, нет, пускай шумит, пускай будет это, пускай главное, все должны стыковаться, обучаться, могут по лаптопу бить, что называется. И где-то только встречаться с преподавателями и в формате, прежде всего, неформального общения. И это начинает сегодня и очень мощно проникать вниз, то есть как бы с верхнего обучения. В начале это начиналось, там MBA тролливали, там эти кейсы, шмейсы, вот это все. Потом это все начинает спускаться до бакалавров и сегодня уже идет, особенно в передовых каких-то математических и так далее школах, все спускается вниз. Ну, имеется в виду более ранним формам обучения. И это, в общем, как вы поняли, заказ был, ну, моя Таревна, такой главный идеолог, директор школы, она такая, в общем, моторный человек, который, в общем, брызжет всеми этими идеями. И она восприняла это. И плюс есть физическая тут определенная задача, а это несколько раз в году они собирают по тысячу с чем-то человек родителей. От родителей, как всякая школа, мы все больше и больше школы зависят. И это какие-то такие собрания там спонсоров, родителей всех. И там все по тысячу человек. И понятно, что делать рядом со школой актовый зал на тысячу, который будет 360 дней в году закрыт на ключ и работать 3 дня или 4 в году, это невозможно. И, значит, вот весь набор этих функций привел нас к каким-то таким другим решениям. Мы, значит, попробовали раскидать основные структуры, кроме вот этой большой, дальше. Попробовали каждой структуре дать какой-то свой образ дальше. И попробовали их сгруппировать вокруг того пространства, причем по иерархии, в зависимости от того, как эта структура хочет вторгнуться в общее пространство. Ну, если я понятно говорю, у меня с русским видно сложности, но, однако, то есть в какой мере, ну, условно говоря, вот наука, видите, вот там она, она немножко так отделена, спорту тоже делать нечего, ну, что там, бегать в общем пространстве, это отдельная структура. А, допустим, уже еда, она вот этой своей самой едой залезает довольно далеко. Гуманитарные функции, они целиком раскрыты. Искусство тоже. То есть мы выдали иерархию, поскольку понятно, что раздувать центральное пространство нельзя, его надо сдувать, наоборот. Мы выстроили эти объемы, ну, исходя из геометрии участка, конечно же, потому что все это жестко и, ну, не то слово, какая там плотность, не сильно даже нормативная. Вот, но выстроили по иерархии как бы внедрение в это пространство. Дальше. И, в общем, то, о чем мы говорим, как это все трактовать дальше. И мы фактически, взяв, ну, некоторые свои примеры, не свои примеры, из своих там архидомов каких-то, из общеизвестных, мы попробовали выстроить эту всю историю как ландшафт. Знаете, это мода сегодня, есть лестница, и ты там делаешь форум. Значит, у нас такие примеры, мы много, не только здесь, там, в Вейфмане еще много где. А здесь мы попытались все это сделать неким ландшафтом. Это практически какая-то деревня или городок, который своими главными фасадами выходит на эту общую площадь, которая, собственно, является, с одной стороны, зрительным залом, с другой стороны, сама насыщена своей функцией. Это, прежде всего, библиотека, там, и так далее, и так далее. И все это вместе является неким зрительным залом, где окна этих домов становятся балконами, которые работают на эти 1300 человек. И если все-все-все там засадить людьми, что называется, тогда эти 1300 человек реально туда попадут дальше. Вот это, значит, наша, как бы, пустая эта структура, дальше, в которой она очень структурирована. Собственно, классический амфитеатр, порядка 700 человек, и какие-то периферийные холмы, на которых может быть еще энное количество человек. И, прежде всего, всегда они там есть, поскольку все библиотечные, обучающие, методические и прочие структуры, они выведены такими гротами своеобразными, я надеюсь, мы в фильме что-то увидим. В это пространство. Дальше. Вот оно, такое пространство, ну, видно, не видно, не знаю. Это такой лес, достаточно высокие вот эти балки, которые мы попробовали построить. Здесь вранье, здесь солнце у нас под 70 градусов, то есть это Африка такая. В наших широтах солнечного света не должно быть. Но это мы для картинки, потому что без солнечных бликов для начальства это не производит впечатление все. Но в натуре мы попытаемся исключить, наоборот, по программке, она довольно простая, исключить попадание прямых солнечных бликов в это центральное пространство. Дальше. У него есть вот такие скрытые формы, там гроты, где можно посидеть, вместе с тем книгохранилища какие-то, то есть куча закутков и таких полуинтимных пространств. Дальше. Ну, давайте я попытаюсь все это поднять. Ну, подвальный этаж, куда вынесена вся функция вспомогательная, вся инженерия. Инженерия у нас только ниже нуля. И плюс гардеробы, там туалеты и так далее. Дальше. И основной обучающий вот слой, собственно, и здесь каждый блок имеет свою функцию. Один там, гуманитарный, это практически своя небольшая школа, со своей маленькой рекреацией, у которой своя жизнь. Это там научный блок с лабораториями. В каждой ситуации классы там здесь могут делиться пополам, поскольку там английский и так далее делится. Там нет. Там чисто университетский блок с аудиториями, целой системой аудитории. Там искусство, там, значит, соответственно, балетные залы и художественные залы с верхним светом в высшем уровне. И отдельно выделен блок спорта. И на втором уровне вся эта структура пытается выйти в этот зал. Целой системой балконов, террас, окошечек того-сего пятого-десятого выходит в этот зал, но и у зала есть некая сцена, которая, в общем, двухсторонняя, которая может работать и на зал, и может работать и на открытую площадь, которая располагается в этой части. Это открытая площадь сегодняшней школы. Это такой центр общения этой школы. То есть у каждого есть своя рожица, у каждого есть немножко свое рисование, структуры, и у каждого свой характер. Они немножечко все индивидуальны. И мне кажется, вот эта индивидуальность, она очень важна, и вместе с тем каждый из какой-то своей рожицы выходит в это общее пространство. Дальше. И третий уровень, там только учителя, они в относительной такой изоляции, к ним там попасть не очень легко. Вместе с тем они с этого верхнего уровня, особенно тут директор, вот прямо тут по оси, он, значит, и имеет юго-западную ориентацию. Это было начало сказано, у меня кабинет должен быть на юг и на запад. Я говорю, почему на запад, а очень хочется солнца, когда вечером там сидишь. Ну, отлично. Значит, с этого мы начинали, мы этот блок сделали, а потом к нему все пристраивали. Вот, значит, все это, значит, вокруг центральной площади крутится. Дальше. Ну, и кровля. Вот эта кровля, которая все объединяет, все перетекает, это единственное пространство. Практически у нас есть это единое пространство и балкончики в него выходящие. Коридоров, как таковых, вообще не существует в этом доме. Дальше. Ну, и вот название каждого из этого блока. Дальше. Открытое пространство. Очень важная вещь. Открытое и закрытое, и связь между ними. Дальше. План. Просто план, который объясняет вот ту достаточно сложную структуру, которая вместе с тем работает целиком, вместе с исторической структурой. Ну, исторической в смысле построенной три года назад. Дальше. Вот эти структуры как бы фасадные, которые даны, они достаточно серьезно отличаются. Стеклянные сверху это учителя. Дальше. Все это немножко повторяет. Вот видите, там игра такая, это вот спорт, который сюда выходит. Дальше. Дальше вот это все так сверху смотрится. Структура общежитий. Общежитий для учеников и общежитий для учителей. Квартирки маленькие, там маленькие, немаленькие. Все это группируется вокруг атриумного пространства дальше. Ну, разные атриумные. И дает такие картинки. И нарочито при очень большой плотности, но вот это асимметричное расположение друг к другу дает вот эту некую живописность и определенную природность расположения этих общежитий. Хотя, конечно, они достаточно тесно смотрят друг к другу, но нигде окна в окна нет, а всегда под большим углом достаточно. Мы следили, чтобы угол был там больше 30 градусов, ну, чтобы не было вот этого ощущения друг против друга. И попробуем посмотреть фильм. Старый корпус, корпус общежитий, который примыкает к крупному довольно лесному массиву и пытается его как бы захватить. Мы пытались там меньше рубить. Вот это, значит, такой парафраз. И, ну, я хотел сказать, парфенона, ну, понятно, какого-то периптора такого. Там вокруг велодорожки, беговые дорожки, все это, несмотря на плотность, в общем, достаточно обеспечено. Это вот спортивный комплекс на север, как раз выходит эта вся часть. И кончается все, как бы как на страже стоит общежитие учителей. Оно на въезде все контролирует, въезд, выход, все процессы. Это, значит, площадь центральная, куда выходит сцена. И рядом наш главный вход, вот этот парафраз периптора такой, несколько свободный периптор, как вот сегодняшнее обучение от исторического. И мы проходим, попадаем вот в это единое пространство с такими возвысающимися холмами, которые одновременно являются читальными залами библиотек. И вот там основная литература внутри выставлена и в прилегающих помещениях, поскольку слишком большую пожарную нагрузку у нас не получалось, ну, понятно, для этого пространства. И вот система этих переходов, выходящих в этот зал, извините, чуть-чуть программа расширяет, он меньше, конечно, зала она выворачивает, но других программ пока у нас нет, более серьезно. А вот, ну их вообще, по-моему, не существует. То есть выворачивает, зал меньше, конечно, ну, можно это понять. И вот эти, как бы, интимные пространства, гроты такие, которые полувыделены из этого общего, вместе с тем все-таки это часть общего. Сразу скажу, это не картинка, мы со стадии проект снимаем каждый раз, значит, ну, в БИМе, значит, снимаем эту схему, ее дополняем. То есть она меняется, этот фильм все время, в зависимости от изменения проектных решений. Это сцена наша, которая выходит наружу, в наружную сцену. И общежития, которые, в общем, достаточно тесно расположены, скажем честно, хотелось бы их немножко растянуть, но программу надо выполнять. Но это компенсируется расположением под углом разных блоков, желательно там темные части против свет, ну и так далее. То есть мы попытались максимально в этих объемах минимизировать прямое просматривание, ну, хотя считаем, что в общежитиях это не самое страшное. Спасибо. Спасибо большое. Хотела отдельно отметить удивительную элегантность решения чрезвычайно сложной задачи. Конечно, Никита немножко погорячился, когда сказал, что плотность здесь не совсем нормативная. Не так, она впритык нормативная. Это вот тот самый случай, когда за счет ярких изобразительных приемов, за счет вот такого вдумчивого многоэтапного подхода к поисков масштабу удалось не создать ощущение той зажатости, такого вот сундука, который бы в распор встал на участки, который действительно имеет ряд очень серьезных ограничений. Поэтому я просто хотела от Московской области поблагодарить за это. Ну, я сразу скажу, конечно, надо прекрасно понимать, что это безумно сложная задача в плане техническом. Ну, если кто понимает все пожарные проблемы, которые возникают в этом доме или кто-то догадывается, то понимает, что мы уже полтора месяца работаем, мы, в общем, не самые дети в этом деле. Даже не 20-й атриум проектируем, а побольше, но в этой схеме, особенно с учетом того, что это школа, и она попадает в 4 тролливали, то, конечно, это очень сложно. Очень сложно и немножко, конечно, стоимость выше средней получится, тут уж ничего не сделаешь. Но мне кажется, это главное переступить какие-то черты, ну, как-то двинуться вперед немножко. Первый, может быть, будет там не во всем, но надо выходить на пространственность, выходить на многофункциональность, выходить на то, чтобы каждое пространство не имело свое название и свою функцию, а имело функцию, что здесь может быть все. И тогда, может быть, мы немножко подсократимся с количеством кабинетов и того и сего пятого. Я хотела бы передать слово следующему нашему выступающему, Антону Наговицыну и Бюро Аркструктура. Вот вы видите сейчас на слайде территорию, участок проектирования в Подмосковье, на берегу реки. По сути, это такой потенциальный парк, большая территория. Первый вопрос, который мы себе задали, это какой должна быть школа в таком месте. То есть явно она должна отличаться от городской. Первая принципиальная вещь, которую мы сделали, это мы раскрыли объем, в отличие от компактного городского здания. Мы здесь себе позволили его открыть максимально, открыть к реке. Из каждого помещения открывается прекрасный вид. Второй принципиальный момент – занять как можно меньше территории. Для этого мы взяли и подняли основной объем здания на опорах. Здесь мы можем видеть зонирование территории. Все основные функции расположены вдоль улицы, вдоль дороги. Спортивная зона, парадная зона, детские площадки. А большая часть территории мы оставили по понятным причинам водоохранным и так далее. Но и сознательно тоже хотелось бы оставить максимум нетронутой территории, которая в будущем потенциально может стать и парком. И вот в правом верхнем углу видите вот такие пятна или воронки. Чуть позже я расскажу, что это. Это как раз та археологическая часть, которая была обнаружена. У самого здания есть, по сути, два лица. Они немного разные. Вернее, даже не немного, а кардинально разные. Это фасад со стороны улицы, со стороны дороги. Достаточно строгий, спокойный. Больше городской и дальше. Здание совершенно меняет свой характер, если смотреть на него с стороны реки. То есть здесь совершенно исчезает первый уровень. Он решен плавными кривыми витражей. Полностью остеклен. И вот эти консоли, они образуют дополнительные площадки. Дублируют те функции, которые располагаются внутри. Внутри располагаются классы искусств. И, по сути, из каждого из них можно в сезон выйти и заниматься здесь, имея такую естественную крышу в виде этих консолей. Здание, по сути, сконструировано как деталь. То есть на уровне промышленного дизайна. Причем начинали мы с более свободных форм. И вот что-то было у нас созвучное с предыдущим проектом. Но в процессе итерации многочисленных новых вводных данных анализа и оптимизации мы пришли к такой более жесткой, более эмблематичной форме. Сначала мы работали с самими помещениями. То есть собрали все технические требования к непосредственно классам, учебным помещениям и так далее. По высоте, площади, объему, требуемой освещенности и так далее. И только когда мы отработали этот конструктор, мы позволили себе уже небольшую вольность в его организации вокруг центрального пространства. Это также атриум. Это главное место сердца школы. И вокруг него образуется рекреация, которая связывает все эти такие жесткие функциональные блоки. Дальше, пожалуйста. Здесь видно на разрезе четкое зонирование, которое мы сознательно заложили в этот проект. Это еще одна важная особенность. Вся учебная часть собрана на вторых и третьих этажах. И весь первый уровень отдан под общественное пространство, под общественную функцию. Дальше, пожалуйста. То есть верхняя часть – это полностью учебная и дальше. Нижний уровень – это вся инфраструктура, которая может работать автономно. Например, столовая, те же классы искусств, кружки дополнительных занятий. Фаблаб, собственно, актовый зал, который располагается в атриуме на амфитеатре. Сейчас есть такой общемировой тренд, прежде всего европейский, конечно. Тренд использования, двойного использования школ. То есть школа не только функционирует как образовательное учреждение, но в неучебное время это превращается в такой культурный местный общественный центр. Может превратиться. И, может быть, сейчас это вступает в противоречия, определенные с действующими нормативами, но мы заказчику заложили такую возможность на перспективу. И я очень надеюсь, что таким образом это здание может превратиться в такой по-настоящему общественным. Стать по-настоящему общественным. То есть быть доступным очень широкому кругу. Дальше. Ну вот по уровням сейчас мы пройдем. Это первый уровень, как раз о котором я говорил. В центре амфитеатр, который связывает низ и учебную часть. Вокруг него располагаются эти кружки, которые по форме, в общем, отражают свое название. И можно видеть вот эти круглые скамейки. Это контур этих площадок сезонных, которые дублируют их. Второй этаж. Здесь располагается спортзал, квасы. И младшая школа с правой стороны, в правом крыле. Дальше. Третий этаж похожим образом решен. Так это выглядит все в сборе. Ну амфитеатр мы, конечно, Атриуму решили заложить дополнительные возможности, трансформации. Но, как и все остальное, здесь постарались решить это максимально просто. То есть без применения механизаций. Здесь три раздвижные стены. Они отделяют как раз эти классы искусств. Сценарий, при котором одна стена раздвигается, становится кулисами, а само помещение этого кружка становится практически полноразмерной сценой. При этом два соседних кружка становятся гримеркой и карманами сцены. Дальше. Ну, понятно, что можно убрать все эти стены и получить плоский пол для выставок, проведения выставок, ну, либо школьного балла, например. Да, еще один важный момент внутри, в интерьере здания, это то, что оно абсолютно, мы его сделали абсолютно проницаемым. То есть всегда в поле зрения находятся как минимум 2-3 зоны, несколько уровней, и ты видишь всю циркуляцию, то есть ты видишь, как живет здание, и ты можешь ощутить себя его частью, общего коллектива учебного. Это входная зона, здесь опора, ну, обозначает немножко название вендерпарк, несколько фотографий сейчас с текущего момента, значит, мы прошли действительно серьезный путь. Мы разрабатывали специальные технические условия, ну, потому что это сложная история, но мы ее прошли, так это выглядит сейчас. Материалы наставляются использовать самые простые, самые понятные, самые честные. Весь бетон он наставляем открытым, несмотря на то, что он такой неидеальный, и будет стареть определенным образом. Но подчеркиваю, у него типичные панки и отражания. Спасибо. Я хотела от себя добавить, что в случае с этой школой, помимо того, что характеристики самого объекта вы можете сейчас оценить, но я хотела сказать еще отдельное несколько слов об ответственности застройщиков и сказать добрые слова данным инвесторам, потому что, в принципе, они могли так много не копать. То есть обязательность того, что они просто не должны застраивать, условно говоря, вот тот кусок, который должны были сделать, это застание под объемом здания для того, чтобы его обеспечить. Тем не менее, хоть столь захватывающие находки, до такой степени это все было интересным самим, что они пошли дальше и, по сути, сделали исследование на всю территорию. Большое спасибо, потому что это наша история, это наше наследие, это совершенно какой-то другой взгляд на идентичность этого места. У нас в бюро на стадии проектирования достаточно много типологий, но в том числе два детских сада, о которых я хотел бы рассказать. Первый детский сад находится в Одинцово, в квартале, который застраивает крупный девелопер компании «Инград». Квартал находится фактически на краю города и примыкает к территории городской больницы, которая фактически представляет собой лесопарковую территорию. И поэтому, в отсутствие такого явного контекста, мы задались вопросом, какая форма у здания приемлема, возможно, и могла бы быть интересна для этого места. В результате поисков мы выбрали для себя форму в виде полузамкнутого кольца, в разумкнутой части которого мы сделали внутренний двор. В ходе проектирования мы сделали несколько вариантов фасадных решений. И надо отдать в этом проекте должное заказчику, который достаточно долго от нас, долго искал вместе с нами какое-то наиболее приемлемое решение. И первым вариантом, который мы показываем, вариант с цветным стеклом, цветными окнами. То есть вариант этот продиктован тем, что, во-первых, экономика проекта для заказчика была очень важна, и архитектурное решение от нас требовалось максимально лаконичное, построенное на одном приеме. Мы долго искали какие-то приемлемые возможные варианты и пришли к варианту, вот сейчас можно остановиться на этом слайде, со стеклом компании Guardian Glass, которое технологически выполнено методом вакуумного оксидирования. То есть это не триплекс, это не пленка, а это именно нанесение цветного слоя металла на стекло. То есть такое стекло очень долговечное, и главной его особенностью является то, что оно не меняет цветовой спектр внутри помещений. К окнам примыкает створка глухая, которая открывается для проветривания. То есть такое решение максимально безопасно для школьников, позволяет максимально низко опустить подоконник, при этом основные стекла легко мыть, и создает такой характер фасада, характер архитектуры, который нас заинтересовал, и мы предложили его заказчику. На данный момент проект находится в разработке, мы сделали стадию проекта и заходим в экспертизу, но заказчик пока до сих пор колеблется в выборе варианта именно фасадного решения. Важным местом, очень важным пространством этого объема является внутренний двор. Проходя через компактный вестибюль, мы попадаем в пространство галереи, которые приводят нас в помещение групповых, если можно назад, в пространство групповых, которое ориентировано на южную сторону, и влечные клетки, которые связывают этажи, соответственно, групповых, а здание трехэтажное и максимально удобно объединяют пространство игровых и блоки групповых. Для нас очень важную роль играла, во-первых, сама форма, как я и говорил, потому что мы считаем, что для маленького ребенка, который, по сути, весь возраст дошкольный посещает одно и то же заведение детского сада, идентифицируя себя постоянно с ним, и оно у него ставится, безусловно, в памяти, форма очень важна, и мы как в этом проекте, так и в следующих старались найти какое-то такое решение, которое не было бы похоже на любое окружение, на любой окружающий объект. Возвращаясь к внутреннему двору и остеклению, то мы сделали галерею внутреннего двора максимально остекленной, во-первых, для того, чтобы виртуально продлить пространство интерьера во внутренний двор, а во-вторых, для того, чтобы дети разного возраста максимально воспринимали, максимально сделать это пространство максимально визуально прозрачным, максимально визуально открытым. Мы вообще, в принципе, проектируя типологию детских учреждений, считаем, что жесткое разделение разных возрастов не всегда уместно, и как в школах, так и в детских садах мы всегда стараемся найти какие-то пространства, которые объединяют детей разных возрастов, где бы они могли спокойно общаться, копировать друг друга и развиваться. Первое решение — это круглое в плане, второе решение — это решение из двух объемов разной этажности, объединенных с телобатной частью, на которой мы разместили игровые площадки, и с которой мы планировали сделать горки для того, чтобы можно было зимой кататься и использовать их, соответственно, в летнее время, как такой мини-скалодром. Но в ходе работы, представляя закачку оба варианта, очевидно стало, что круглый вариант особенно выигрывает по площади фасада, потому что круглое здание, длина окружности меньше, чем площадь фасада ломаного объема, и было принято решение остановиться на варианте кольца. Если говорить о метрах на человека, и вообще, в принципе, мы всегда стараемся уйти максимально от каких-то ненужных объемов строительных, уйти от ненужных помещений, то есть мы не делаем чердак, мы максимально сокращаем, насколько это возможно, подвальные помещения, и в детских садах, вместимостью 170, мы добиваемся цифр 16-17 метров на человека, не более. За счет этого мы позволяем себе не экономить сильно на фасадах, на интерьерах. Детский сад в поселке Андреевка, ну так получилось, что эти детские сады мы делали, можно сказать, параллельно в одно и то же время в этом году, собственно, поэтому я про них и решил рассказать, потому что это такие живые объекты, память о которых максимально в данный момент жива. В квартале поселка Андреевка, поселок Андреевка, это фактически часть Зеленограда, то есть он примыкает настолько близко, что можно сказать, что это административный округ Зеленограда, буквально через улицу, которая примыкает до жилая застройка. И участок проектирования находится в таком как бы колодце, то есть со всех сторон участок детского сада окружен 17-этажными жилыми домами. И задавшись вообще вопросом, какая здесь может быть уместна форма, мы опять же в результате как чисто практически экономических соображений, так и чисто композиционных, мы пришли для себя, что круглая форма здесь наиболее оптимальна. И существенным фактором сыграла здесь как инсталляция, так и ориентация. Дело в том, что вытянуть на южные стороны горизонта, на южные ромбы горизонта объем мы не могли, чисто планировочно здесь это было невозможно, из-за санитарных разрывов, от парковок, от ТП. Поэтому мы были вынуждены искать такое максимально компактное пятно, которое бы с одной стороны было бы интересно композиционно и выразительно, а с другой стороны позволило бы решить те планировочные задачи, которые у нас были прописаны в ТЗ. И в этом проекте мы пришли к такой форме цилиндра с выбранным объемом внутреннего двора. Центральную часть объема, центральную часть композиции мы решили в виде двухсветного музыкального зала, который окружен галереей. И галерея и музыкальный зал разделяет стеклянная перегородка. То есть он такую форму прямоугольника имеет, и весь периметр мы решаем из противопожарного стекла. Плюс близость внутреннего двора и освещение здесь максимально активное. Ну и для того, чтобы тему визуальных связей и открытости вообще в этом проекте наиболее подчеркнуть, мы козырек первого этажа, который у нас получался, то есть над первым этажом, чисто функционально, который был необходим, мы превратили в балкон, сможет, назад. В балкон, который является как бы частью рекреации, частью игрового пространства для детей. Безусловно, мы хотели найти такую форму, в которой ребенок, как я говорил, как бы идентифицировал себя несколько по-новому, чтобы это не было похоже на такое традиционное учреждение детского сада. Главную ось планировочно подчеркивает вестибюль первого этажа, который мы сделали максимально открытым во внутренний двор. Ну, внутренний двор, безусловно, здесь должен стать таким пространством для детей, пространством для игры, пространством для такой достаточно активной жизни. И, в принципе, он может использоваться как такой многофункциональный, ну, в летнее время, безусловно, выход для того, чтобы там устраивать занятия по музыке или физкультуре. В данный момент мы заканчиваем работу над проектом для поселка Глебовский в Истринском районе. Это школа, блок начальных классов на 400 мест. Чем интересен этот объект для нас? Ну, во-первых, мы, на самом деле, у нас было мало опыта объектов повторного применения, и здесь перед нами стояла задача максимально короткое время сделать два проекта, которые могли бы быть применены в двух локациях. Мы очень сомневались в том, что вообще, в принципе, это как бы такой правильный подход, но с точки зрения архитектуры, потому что это немножко похоже на такой типовой принцип, но, тем не менее, мы решили для себя, что такой опыт возможен, и в данном проекте мы, как нам кажется, с этой задачей справились. Ну, во-первых, мы сделали максимально качественно и максимально подробно планировочное решение, за счет чего мы сэкономили время. И это дало нам возможность совершенно по-разному решить внешний облик, что, несмотря на то, что это повторное применение, как бы, по сути, увеличило качество проекта и привело не к однообразию, а, наоборот, к некому качественному решению архитектурной задачи. Начальная школа на 400 мест. Композиционная – это три блока, два меридиональных блока, собственно, классов и общешкольный, объединенные центральной частью с актовым залом, вестибюлем и фойе, которое связано с вестибюлем первого этажа, открытой лестницей. Вестибюли фойе мы постарались сделать максимально открытыми во внутренний двор. Да, вот открытая лестница, вестибюль. И тоже включить по принципу тех зданий, о которых я говорил, внутренний двор в жизнь объекта, в жизнь школы. Сломать традицию такой глухой рекреации, глухого коридора или глухой галереи, мы в этом проекте решили сделать простенки между классом и рекреацией из стеклоблоков. Безусловно, это школа, и невозможно всю стену сделать прозрачной, поэтому мы сделали дальнюю часть класса для того, чтобы школьники не отвлекались от учебного процесса, но, тем не менее, стена между классом и галереей получилась максимально прозрачной и визуально проницаемой. То есть, если в первом варианте для поселка Глебовский максимально регулярная сетка окон, то для Глебовского мы сделали несколько сбитую как продольные фасады, так и фасады общешкольных частей школы. Хотела сказать, что вообще вот этот подход, который сейчас продемонстрировали коллеги, говоря про блок начальных классов, он на самом деле очень интересен именно таким разумным, архитектурным, хорошим компромиссом между желаниями и требованиями строить быстро по типовому проекту и все-таки возможностью руками автора сразу сделать вариации на тему фасадных решений для того, чтобы повторное применение не было синонимом нового шага панельного домостроения. В целом, спасибо большое за замечательный доклад. Благодарю вас за то, что вы посмотрели на то, как мы работаем с объектами образования в Московской области. И надеюсь, что в следующем году мы сможем показать вам уже эти объекты в какой-то другой стадии реализации. Может, какие-то из них будут уже даже завершены, я даже подозреваю, какие. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо.